Конкурс «Лаборатория гостеприимства» для студентов Звенигородского колледжа – дело привычное. На протяжении нескольких лет в стенах учебного заведения выявляют лучших из лучших в своем деле. В этом году он получил новый виток развития и вышел на региональный уровень. Инициативу активно поддержали коллеги из других округов. Мы используем это в своей практике. У нас так проходят внутренние отборы, у нас так проходят, например, какие-то зачеты. Мы хотели своим опытом, практическим опытом поделиться с коллегами со всей Московской области. Сегодня вот здесь команд Подмосковья, здесь у нас в стенах нашего колледжа, ребята проигрывают вот такие настоящие, реальные ситуации жизни отеля. Принять участие в конкурсе профессионального мастерства и побороться за первенство приехали команды из Красногорска, Коломны, Нарафаминска, Серпухова, Краснознаменска, Электростали, Волоколамска, Раменского и Щелкова. Гостеприимство – это очень тяжелый труд. Это вроде кажется так всего лишь легко, на самом деле это очень тяжело. Это не только улыбка, это не только чашка вкусного кофе, это действительно труд и труд большой команды. Представлять учебное заведение – дело ответственное. Каждый участник конкурса сначала прошел внутренний отбор, после чего сформировалась команда, состоящая из пяти человек – горничная, официант и три администратора. Для того, чтобы отобрать свою команду, мы провели внутренний свой отбор среди студентов третьего-четвертого курса. То есть каждый из них побывал в должности, будем говорить так, либо официанты, либо администраторы, либо горничные. И лучших из лучших, из пяти лучших мы собрали команду Кольжи. Соревнования проходили в два этапа. Сначала индивидуальный, в котором необходимо было выполнить задание на время. Затем командный, когда все участники представляют мини-команду отеля и проигрывают возможные жизненные ситуации. Я считаю, что это полностью подгоняют именно под гостиничное дело, то есть чтобы все отрабатывали по максимуму, как в отеле. Задания максимально приближены к реальности. Временные рамки ограничены согласно установленным стандартам. За соблюдением правил и регламента наблюдает компетентная жюри. Мы можем опираться только на стандарты. Все уже прописано до нас давно, все уже проработано и ничего изобретать нам не надо. Есть стандарт уборки номера, есть определенный порядок, есть определенные критерии. Подобные мероприятия дают профессиональный рост не только будущим специалистам, но и преподавательскому составу. Помогают выявить пробелы в обучении и провести работу над ошибками. Мы видим свою работу, работу своих коллег. Мы видим, что можно на этапе каком-то исправить. Что есть где-то, может быть, наши недочеты, где-то что-то мы недодали, где-то мы не так преподнесли. Это очень важно. Такие вещи вообще очень хороши. Практика – это всегда хорошо. Это подведение итогов нашей работы. По итогу конкурса выявили настоящих мастеров своего дела. Золото досталось хозяевам – команде из Звенигорода. Серебра удостоились ребята из Серпухова, а бронза отправилась в Электросталь. Награждается команда, занявшая первое место за Ягородский филал Кашнабу. Елена Краева, Анна Роднищева, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова